Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Сегодня поговорим про бизнес. Недавно в Югре прошел Югорский предпринимательский форум. Он собрал несколько сотен представителей различных индустрий, и вот мы сейчас хотим поговорить с одним из этих представителей, о том, что это было и как вообще настроение ДНЧУ бизнеса в нашем автономном округе. Наш гость сегодня Галина Каленская, директор Центра развития культуры и спорта «Олимп» в городе Хантамантин. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Расскажите про Югорский предпринимательский форум, в котором вы участвовали. Что это вообще было? Какие ваши впечатления об этом мероприятии? Первое впечатление, и оно такое, скажем, повторяющееся из года в год, когда организовывают подобные мероприятия. Это классная организация, не сухая, живая, подвижная, человеческая. Это была встреча представителей бизнеса – малого, среднего, самозанятых. Очень много самозанятых в этом году было. Это была встреча представителей, а также органов власти. Мы смогли задать вопросы, мы смогли где-то получить ответы, где-то получить какие-то советы и возможные потом дальнейшие действия. Это была встреча друзей, потому что со многими коллегами встретились спустя определенное количество времени, потому что такие мероприятия давно уже не проходили. Все мы знаем из-за ограничений. Это была встреча наставников и наставляемых, поскольку тема вот этого братского наставничества, как раньше в школах была, взял себе под шефство. То сейчас в бизнесе это очень распространенная тема и встретились как раз те, кто работали в этой связке, наставляемый наставник. Это была встреча таких, назовем это, конкурентов, поскольку проходило параллельно несколько конкурсов. Это и акселератор креативных индустрий, и защита проектов конкурса «Молодой предприниматель Югры». Поэтому между собой, несмотря на разные, а может быть и смежные виды бизнеса, в какой-то степени это были конкурирующие предприятия. Также эта встреча была победителей, призеров, поскольку было награждение конкурсов «Лучший не государственный поставщик», «Лучший социальный проект». Вообще это такая массовая была встреча всех, кто так или иначе, связан с бизнесом. Либо сам организовывает, либо курирует, либо помогает. Ну и, конечно же, все мы получатели этих услуг. Насколько я понимаю, вы что-то выиграли на «Молодом предприниматель Югре». Да, я приняла участие в этом конкурсе, все время почему-то откладывала, когда была моложе, хотя 10 лет уже занимаемся развитием спорта в городе Ханты-Мансийске. На предприятиях, принимательских началах. И в этом году, приняв участие, получив определенные опять вновь знания, поскольку это была все равно акселерационная программа обучающая, на защите выступили довольно-таки успешно и получили специальный приз неожиданно в категории «Социальная польза». Выиграли в моей номинации, да, другие. Олег Пескунов, которым я очень горжусь. Это город Сургут, спортивная школа «Искра». Вот это то, о чем я говорила. Вроде как бы конкурента, вроде как бы и товарищу, которого ты спрашиваешь и с кем советуешься. Ну, то есть это конкурс не такой, не как «Оскар», куда там просто номинирует кто-то. То есть нужно сам прийти, заявиться, как-то выступить и так далее. Ну, мало того, что, конечно, ты заявляешься, ты показываешь, ты проходишь обучающий период, где можешь где-то подтянуть, где-то получить какие-то наставления, и ты все это должен презентовать. У тебя есть пять минут на то, чтобы ты рассказал экспертам, которые непосредственно связаны с деятельностью, там и победители прошлых годов были, и действующие предприниматели, скажем так, хорошего уровня, ну и, конечно же, органы власти, представители органов власти. И ты за эти пять минут должен рассказать обо всем, что у тебя было пять-десять лет. Ты должен представить свой проект наглядно. Ну, скажем так, обертку развернуть быстренько и рассказать и финансовые показатели, и социальные показатели, и какие-то уникально торговые предложения, и теории, и практически дела, связанные с маркетингом. Ну, в общем, все-все-все. Понятно. Ну, там какие-то денежные призы это дают или как там? Да, они неожиданно оказались. Да, конечно, оказались денежные, но я думаю, меня все победители поддержат. То есть мы-то шли не за денежным призом. Я думаю, ну, каждый, конечно, шел по какой-то своей причине, с какой-то своей мотивацией. Но когда у тебя есть это звание, это определенная ступенька, вершина. Во-первых, ты на этой вершине, а не твой конкурент. Во-вторых, ну, если ты на этой вершине, значит, ты чего-то стоишь. Значит, твое предприятие, организованное лично тобой, с твоей командой. Ну, так, грубо говоря, не хухры-мухры, а действительно действующее, доказывающее значимость предприятия. Хорошо. А вы говорили про то, что в ходе этого мероприятия бизнес мог задать вопросы представителям власти, получить какие-то ответы или какие-то хотя бы направления ответов. Какие вопросы вообще звучали? О чем? Что сейчас беспокоит егорский бизнес? Ну, я могу сказать только по своим направлениям. Я участвовала в блоке молодого предпринимательства и социального предпринимательства. Очень отрадно было, что органы власти задали вопрос, а что вам нужно как предпринимателям? Какие вы, хотелки, хотели бы высказать нам, чтобы мы, ну, понятно, со стороны своей позиции все это обтесали и в единый документ потом в дальнейшем представили? Мы говорили очень много. Это была такая на блоке социального предпринимательства работа по типу мозгового штурма. Мы предлагали различные варианты статей, договора, различные варианты того, что мы можем предложить прям открыто, например. Ну, что касательно грантовой поддержки обсуждалось, реальные наши потребности, невыдуманные кем-то из руководства. И вообще, общаясь с коллегами из других регионов, я замечаю, что вот это вот взаимодействие с органами власти, предпринимательство и органы власти, оно у нас довольно-таки на высоком уровне. И если то, что мы сейчас предложили, социальные предприниматели, даже там наполовину будет выполнено, включено в дальнейшем законодательные какие-то документы, это было бы очень здорово. И я была у истоков, когда оно формировалось, вот это вот отдельное понятие социального предпринимательства. Я помню, как мы разводили руками, не понимая, что это, как руководство пыталось что-то сделать правильно, чтобы потом не перечеркивать и переписывать. И сейчас я смотрю все на верном пути, и дай бог, так будет двигаться дальше. Ну, то есть здесь вообще обычно я слышал от бизнеса, причем, по-моему, в 99% случаев я слышал, что когда обсуждалось то, что, типа, что бы вам хотелось от нашей родной власти, и они всегда отвечали, знаете, нам от нашей родной власти требуется, чтобы она нам не мешала в основном. У вас это примерно так же, или какие направления вы обсуждали? Ну, слушайте, я всегда тоже придерживалась. Я из той когорты 99%. Вы просто, ну, не мешайте, мы сделаем. Это же наша хотелка. Это же мы захотели развивать тот или иной вид деятельности. Это же наши потребности и наши мотивации. Ну, а тут прям вышли с прямым предложением, а чего бы вы еще хотели? Чего бы вы хотели в качестве помощи получить, а не только не мешайте нам? Давайте думать вместе, как мы можем это сделать. Ваши хотелки, наши возможности соединим, уберем то, что нереальное или там не нужно, например, то, что мы вам предлагаем. И вот это вот, по большому счету, это то, к чему нужно стремиться. Потому что разделение власти там у себя наверху и нас здесь внизу с нашими потребностями, ну, это неправильная модель. Я так считаю. Хорошо. Что еще интересного? То есть вы какие площадки интересные Кигорьского предпринимательского форума вы посетили? Может быть, это вам особо запомнилось с этого мероприятия? Ну, слушайте, на самом деле, из-за того, что я участвовала и в конкурсе на защите, и никто не отменял рабочие моменты мои лично, мы как раз готовились с нашими спортсменами к соревнованиям, которые состоялись вот на этих выходных, я пропустила многих спикеров, но с коллегами также мы общались. И интересно, во-первых, было вот это вот разделение. Если на первых встречах деления по кластерам, по категориям не было, то в этот раз здорово разделили. Это был и блок женский бизнес, социальное предпринимательство, креативные индустрии, это какой-то там бизнес-клуб еще был, тут ничего не могу рассказать. Поэтому каждый нашел для себя, помимо спикеров, то, что объединяет, то, над чем можно поработать, подумать именно в своей ячейке, скажем так. Ну а спикеры, выступающие, это любой спикер, это новый взгляд, это какая-то новая информация. И пусть из 100% того, что сказал человек, предприниматель, человек забрал себе один там хотя бы процент, но это все равно, это какой-то щелчок, какая-то новая установка. Поэтому тут каждый вынес, я думаю, для себя то, что хотел вынести, и то, что смог унести. А это, кстати говоря, не первый или первый подобный предпринимательский форум у нас? Ну, честно, я вот не могу сказать с уверенностью, потому что все смешалось, люди кони. У нас вот весной или летом был социодрайв, если я не ошибаюсь, это именно форум социальных предпринимателей. Какие-то года у нас был социальный конструктор Югры. Когда-то у нас были, если я не ошибаюсь, 12 или 13 год, это слет молодых предпринимателей. Поэтому точно что-то подобное в Югре. Ну, да, понятно. Ну, давайте у нас, на самом деле, достаточно много времени еще, не в 5 минут, расскажем про ваш бизнес. Чем вы вообще занимаетесь? Как, откуда взялось ваше предприятие? И что оно сейчас делает хорошего? Слушайте, на самом деле, до сих пор я не понимаю, как я оказалась на предпринимательской тропинке. Никогда вообще в мыслях об этом не было, потому что я родом из спортивной семьи, мои родители тренеры. Я после спортивной карьеры связала свою жизнь с Институтом культуры. А чем вы занимались? Каким спортом? Хореография. Хореография. Ну, занималась непосредственно акробатикой. Потом была хореографическая кафедра, потом опять спорт вернул на спортивную кафедру для получения второго высшего образования. Ну, в общем, закончив институт, я поняла, что все-таки спорт тянет, заставляет думать об этом. Я пришла в бюджетное учреждение с новым видом спорта на тот момент для ханты-мансийско-спортивной акробатики. И мне сказали, девочка, ну, наверное, нет. Я как руководитель сейчас понимаю, почему так сказали, потому что, ну, действительно, это надо было под одну девчонку на тот момент создать полностью материально-техническую базу для нового вида спорта. А пойдет, не пойдет, потянет, не потянет. Ну и, в общем-то, потянуло, как показала практика, но открыв на тот момент индивидуальное предпринимательство, поскольку родители воспитанников, с которыми мы начинали тогда заниматься, они поддержали. И вот уже 10 лет мы растем, показываем социальные результаты, увеличивая статистику занимающихся спортом в ханты-мансийске. Показываем спортивные результаты, занимая призовые места на различного рода соревнованиях. Мы показываем обширный спектр деятельности, именно связанный с гимнастикой, с акробатикой. У нас открывается новое отделение, такие как воздушная гимнастика на полотнах. Мы теперь не только на земле работаем, но и в воздухе. Студии раннего физического развития, где дети начинают постигать азы физической культуры с гимнастическим уклоном. Это, по большому счету, та база, неважно, свяжет ребенок с акробатикой свою жизнь или нет, но вот эта база, заложенная на этих занятиях, она будет иметь неоценимую пользу для дальнейшего развития как спортсмена ребенка, так и вообще здорового человека, потому что все равно с детства прививается вот эта вот привычка заниматься спортом. Ну и очень ярким и важным, на наш взгляд, этапом развития нашего стало открытие именно семейного спорта, семейного направления спорта в нашем центре. Клуб спортивной акробатики «Мы», где вся семья занимается спортивными направлениями. Ну, пока мы сугубо в наши гимнастические стороны метим, но в дальнейшем, я надеюсь, мы расширим этот аспект. Когда спорт становится действительно нормой семьи, нормой жизни, когда ребенок мотивирует родителя, а родитель мотивирует ребенка на занятия. Это становится нормальной, естественной привычкой. Как почистить зубы, сходить на тренировку. Вот этим вот мы занимаемся, растем. Мне кажется, назвать период, когда мы не росли, я не могу даже в период пандемии, это были определенные точки роста. Мы отсваивали онлайн, мы осваивали уличные тренировки. Ну, и в этот период мы расширились с 200 квадратов до 400 квадратов, сделав ремонт в новом помещении. Потом, конечно, испугались, что вдруг не откроют. Все сложилось наилучшим образом. Ну, тут, наверное, рискнули, хотя мы не очень-то рисковые. Вся наша команда, мы упертые, целеустремленные. Спортсмены. Да, хорошо. А сколько у вас сейчас вот тренеров, сколько воспитанников? То есть какой у вас сейчас масштаб? Сейчас у нас 9 коллег, 9 человек в нашей команде. У нас более 300 детей, взрослых, занимающихся систематически физической культурой и спортом. Это не говоря уже о разовых мероприятиях, когда мы проводим какие-то спортивно-массовые мероприятия, это и 500 человек, это и 1000 человек, проходящие через наши спортивно-массовые события. Ну, а систематически, изо дня в день, из года в год, начиная, если ребенок пришел в 3 года, до 18 лет, он под нашим крылышком, под нашей заботой и развивает себя как спортсмена, как личность, как человека. Вы растите профессионалов в том числе. То есть это не только тем, кто там укрепляет тело и дух, но и те, кто может пойти в большой спорт после того, как у вас учатся, или как? Ну, на самом деле, да. В любом случае, ребенок, если у него есть предрасположенность, если у него есть рвение и характер, он идет по спортивной линии. Он также может участвовать в официальных соревнованиях, получать разряды. Есть у нас случаи, что сейчас выпускной класс у детей, они собираются поступать в высшее учебное заведение на кафедре физической культуры и спорта. То есть это, по большому счету, такая предпрофильная подготовка. Те, кто по каким-то причинам свою жизнь со спортом не связывает, у нас есть группы общеразвивающие. Мы, безусловно, проводим какие-то мероприятия с детьми, которые прям не спортсмены-спортсмены. Это и семейные какие-то занятия, веселые старты, праздники. Поэтому стараемся, чтобы каждый нашел то, что ищет. Насколько сильно вас регулируют? То есть, требуются ли от вас какие-то лицензии и так далее, и так далее? То есть, как-то подтверждать себя в качестве отчасти как образовательное или как спортивное учреждение? То есть, вот с этой точки зрения, какие у вас, с бумажками у вас насколько глупают, проще говоря? Ну, что касательно бумажной работы, первое, именно по лицензированию. Мы относились сейчас и относимся к сфере спорта и к образованию, к образовательной лицензии мы пока не имели отношения. Но мы придерживаем все-таки федерального законодательства и сейчас спорт обратно возвращается в образование и у нас в планах, в ближайших планах получение образовательной лицензии для того, чтобы полностью соответствовать статусу спортивной организации. Что касательно проведения спортивных мероприятий, которые мы организовываем, во-первых, мы их включаем в единый календарный план мероприятий города либо региона. То есть мы становимся на одной ступеньке с бюджетными учреждениями в этом плане. Ну и со спортивными федерациями. со спортивными федерациями и со спортивными школами. И то есть организация мероприятий у нас проходит по всем правилам, начиная от обязательного медицинского сопровождения, заканчивая подачей заявления в Министерство внутренних дел. То есть в этом плане если мы хотим заниматься этим делом, то, извините, мы должны выполнять те установки, которые есть. Что касательно, конечно, мы получаем какое-то субсидирование у нас открыто автономной некоммерческой организации как раз именно для проведения публичных некоммерческих мероприятий. И когда мы получаем определенную сумму, пусть она даже небольшая, скажем так, она обычно небольшая, но отчет полный, то есть все прозрачно, начиная от каждой копейки, которая, не дай бог, там не сошлась с итоговым реестром, заканчивая документацией, договорными отношениями с подрядчиками, ну, все по полной. Опять же, хотим мы участвовать в этих играх, мы стараемся следовать правилам полностью. я знаю, что есть у нас система в Югре, когда дети с дополнительным образованием и сертификатом приходят даже во внебюджетное учреждение и каким-то образом занимаются, а им бюджет как бы за них платят. У вас эта система работает? То есть вы включены в этот большой механизм или еще пока нет? Пока нет, поскольку туда в этот механизм могут включаться только те, кто обладает образовательной лицензией, так как мы к образованию не относились, мы не обладали. Конечно, мы переживаем по поводу того, что будет ли успешен наш опыт вхождения в эту систему, поскольку мы начнем конкурировать не только со спортивными секциями, но и, например, с что там, кружки, студии английского языка, студии художественные. То есть тут нужно будет выработать все-таки стратегию нашей деятельности, когда мы войдем в систему персонифицированного дополнительного образования. Хорошо. А вот вы говорили про субсидии, то есть вы в каких-то грантовых конкурсах участвуете или это какие-то определенные, то есть как вообще вы взаимодействуете с властью, насколько получается из бюджета получить какую-то поддержку на то, чтобы проводить свои мероприятия? Впервые в 15-м или в 14-м году мы подали на грант тот, который выиграл. Это была еще тогда Федерация спортивной акробатики. До этого мы 10 раз подавали на различные конкурсы и не выигрывали. Действительно умертая получается. по-хорошему, по правилам, по статистике надо было бы руки опустить, но нет, так не пошло. В этом году мы впервые как индивидуальные предприниматели получили грант от Департамента экономического развития и это все финансирование плюс наше софинансирование личное пошло на оснащение материально-технической базы. Поэтому, ну, конечно, это подспорье. То есть мы тут конечно увеличиваем качество предоставляемых услуг. А что касательно автономной некоммерческой организации, то мы участвуем в различных грантовых конкурсах больших корпораций типа «Газпром», «Сибур», гранты губернатора, президентский грант. Где-то выигрываем, где-то не выигрываем. Вот вчера пришло оповещение о том, что извините, не вышло в этот раз. Именно еще раз повторюсь на проведение социально значимых проектов, которые являются показателем деятельности детей, например, те же спортивные соревнования большие или там фестивали, когда для детей становится это большой мотивацией. Там мы именно на проведение каких-то событий работаем. Грантовая история с этим связана. Я так полагаю, что вы входите в число и регистр социальных предпринимателей. Что вам остается? грант, о котором я говорила от департамента экономики может получить только социальный предприниматель. Поэтому, наверное, вот это самое главное. Во-вторых, от фонда «Мой бизнес» мы несколько раз получили комплексную услугу для социальных предпринимателей, такой как видеоконтент, фотоконтент, брендирование. Поэтому я очень рекомендую предпринимателям, которые связаны с социальной сферой, не полениться подать документы. Ничего сложного в этом нет, тем более фонд «Мой бизнес». Ну, не знаю, мне, по крайней мере, никогда не отказывают помощи, если это в области их компетенций. А вот вы сказали, что это несловно, а кто вообще требуется, чтобы подтвердить этот статус? Ты предоставляешь документацию по форме, по форме, которая там предложена. Я вам сейчас точно не могу сказать, это же уже год назад было. А там переподтверждать не надо потом, через год, как у нас с некоторыми инвалидностями происходит и так далее. Ну, мы два раза подтверждали, то есть каждый год собирается. Слушайте, вы хороший вопрос задали, надо уточнить. Ну да, вдруг вполне. Да, я как-то упустила этот вопрос. А вы, кстати, сейчас сами тренируете или занимаетесь чисто бизнес историей? Не получается у меня уйти чисто в бизнес. По натуре все равно я не бизнесмен как таковой прям чисто матерой. Я тренирую сборную города по акробатике. И у меня группа мальчишек, которые, ну, наши мальчишки, я не могу от них уйти. И одна взрослая родительская группа. Но мой личный интерес это поддержание моей формы физической. Поэтому, конечно, уже ограничено количество моей тренерской работы. потому что огромный пласт бумажной работы. Несмотря на то, что есть помощники, администраторы, бухгалтеры. Но с другой стороны большой плюс ты не зашориваешься в одном направлении. У тебя постоянно мозг работает. Что там нейронные связи, как сейчас принято говорить, они постоянно обновляются. И ты разные виды деятельности делаешь. А вот кого вам удалось воспитать вам лично или вашему центру из таких спортсменов, которые показали из юных спортсменов, которые какие-нибудь чемпионаты выиграли или что-то такое? Что касательно воздушной гимнастики, у нас большая гордость. У нас есть чемпионка мира по версии полигон. Это одна из федераций воздушной акробатики в городе Москва. Она несколько лет назад стала победителем в своей категории. Ну и вообще в целом я смотрю, как хантамантист начинает узнавать. У нас там 3-4 года мы в этом направлении функционируем и уже такая определенная визитная карточка у нас есть уже с хантамантистом считаются и где-то думают о томах. Они приедут. Опять они приедут, опять все позабирают. Вот. Ну это вот так узенько, точечно, что хотелось видеть. Конечно, у нас победители Кубка Урала именно по воздушной гимнастике. Что касательно акробатики, мы пришли в эту сферу тогда, когда уже высокий уровень был у наших муниципалитетов округа, когда высокий уровень был по России, практически все первые места на мировых первенствах, когда мы участвовали, Россия участвовала в мировых чемпионатах первенствах, были за Россией. Тут пробиваться было намного сложнее. Но примечательно то, что в прошлом году у меня две воспитанницы получили зачетные книжки кандидата в мастера спорта. Это, конечно, определенная гордость, поскольку у нас условия были неидеальные, но даже в этих неидеальных условиях мы смогли воспитать спортсменов. может быть, вопреки как раз этим идеальным условиям. Ну и пять воспитанниц у нас входят в резервный состав сборной округа по спортивной акробатике и часто становятся призерами окружного уровня именно на официальных соревнованиях. Похвастаться большими званиями именно на российском масштабе мы можем пока только по категории малышей, первые юноши. На всероссийском фестивале гимнастики в Казани Олимпика Бэби Кап наша мужская пара стала первыми. Но я надеюсь, у нас все впереди, когда федерации работают с 50-60-х годов прошлого века в других городах, регионах. Нам есть чему поучиться и есть куда стремиться, поэтому мы не останавливаемся. Ну и тоже хорошо. Спасибо большое за ваш рассказ о том, чем вы занимаетесь и что у нас происходит вообще в этом спортивном бизнесе в Югре. Мы будем завершать. Смотрите это видео на Ютубе, смотрите его также на seabres.ru. У нас в гостях была Галина Каленская, директор Центра развития культуры и спорта Олимп из города Хантоматийска. Спасибо большое, Галина, за ваш рассказ. Спасибо, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok